Ребята, привет из солнечной Австрии! Мы в Альпийских горах! Друзья, в этом видео я расскажу, как мы преодолели долгую дорогу на автомобиле с двумя детьми 600 километров и два дня в пути. Мои находки для автопутешествий, идеи и лайфхаки. Покажу, что мы взяли с собой, что нам пригодилось, а что нет. И, конечно, покажу саму Австрию, ради которой это все затеялось. Итак, первый лайфхак. Мы едем на машине с двумя маленькими детьми и останавливаемся каждые полтора-два часа. Из Кракова мы сразу доехали до Чехии и вышли погулять в городке Аламоут. На границе с Австрией мы остановились на ночлег. На следующий день сразу же отправились в первое место назначения зоопарк в Вене. С виду это обычный парк. Написано, что идти нужно по природе и быть тет-а-тет с животными. Как сказать фамилия? Мост над деревьями. Мы будем с этого моста наблюдать за разными животными. Когда мост вниз пойдет, тогда и мы. Здесь можно наблюдать за белками и птицами на деревьях. В деревьях такие птицы живут и нужно их поискать в листве. А если найдешь, тогда что? Тогда увидишь. Смотри, мы выше деревьев. Мы прям по верхушкам идем. Качается немного. Да, вверх-вниз. Страшно? А, вот тут написано, кстати, какие достопримечательности венские видны отсюда. Обезьяна. Кого мы увидели? Обезьяна. Рассмотрела ее, Анютка? Смотри, как она здесь живет. А кто там? Какие-то штуки. Но они живые. И здесь тоже живут лягушки. Через этот проход, через паутину пролезай. А вот так, то лишь там... Вышла. Погрузился глубоко в воду. Большой? Ты смотришь из бинокля на него, да? Поближе рассматриваешь. Смотри, какие ушки у него. Очень жаркий сегодня день. Здесь есть питьевая вода в зоопарке и большая детская площадка. В этом гнездушке ты сидела, да? Пойдем дальше, Анют, папа нас ждет. Одна из самых важных вещей для поездки с маленькими детьми, это вовремя поесть и вовремя отдохнуть. Я беру с собой в дорогу разные виды перекусов и всегда держу под рукой и в машине какие-то печеньки, фрукты, орешки и обязательно вода. Что там замороженное у тебя? Ой, с какими прикольными шариками цветными. Непонятно, как открыть. А, удобно, смотри. Вот так поднимаешь и ешь сколько хочешь, и оно не тает получается, не капает. Что за девочка в клетке? Это африканский страус. Мы по дороге, который... Пингвинка. Уходим пингвинов смотреть. Это полярные пингвины. Андрюша смотрит, да? Там сидят наверху пингвины. Смешной. У него какое-то черное небо на поплышке. У него такие глаза. Когда сверху плавает, кажется, что это птица водоплавающая. А когда заглядываешь под воду, то видно, что это пингвин. Это пчелиный уголок. Справа улей стоят, а здесь экспозиция про пчел. А еще справа есть детская площадка с пчелками. Вот такая должна быть тут большая панда с малышом. Видишь, как ты картинку соответствуешь? Здесь она живет. Наверное, спряталась в тень. В ту дырку. Да, наверное. Очень сильно болит. Главный лайфхак, который я вынесла из этой поездки с маленькими детьми, это забота о себе. Устойчивый, адекватный взрослый, который может выдержать все детские капризы и неудобства, это залог хорошего путешествия. Я также стараюсь вовремя себя кормить, поить и обязательно в середине дня делаю медитацию. Обычно это шавасана, а сейчас я тестирую приложение на телефоне просто медитейшн. Мне нравится, что там есть короткие пятиминутные сессии для подзарядки собственной батарейки. Гемот какой большой. А еще один плавает в озере. Вау. Вау. Андрей его признал. Пау, говорит. Он вау, говорит. Пау. Подождем, когда видит цыпленок. Там дырка уже. И его клювик. Да, клювик его виден. Сначала появляется вот такая дырочка. Потом яйцо разламывается, вылезает цыпленок. Такое чудо, да, становится, когда креплен. Они одинились несколько дней назад. Да, несколько дней назад и вот такие уже пухленькие и крепенькие. Потом они становятся вот такими подросшими. Цыплята, Андрюш. Маленькие цыплята. А потом уже совсем большими. Папа, а можно купить инкубатер? Цыплятам один-два дня. Скоро это яйцо разломится. Лошадка в хлеве. Красивая, с черными точками в крапинку. Да, у нас в деревне были коровы. Я даже узнаю этот запах. Коровы и сено. Большая, да? Хочешь выйти из зоопарка ненадолго потом вернуться, нужно поставить печать. Мы возвращаться не будем. Ну, печати давайте поставим на память. Какие огромные, боже ты мой. Давай, ставь мне. Ну, не могу. Сюда? Ближе. А, ближе. Ого! Мы теперь все одинаковые с печатками. С печатками. С печатьями. По дороге в машине мы слушаем детские песни. Дети подпевают. Это всегда отлично поднимает настроение. Можно даже подвигаться в такт во время поездки. Старшая дочь сидит на переднем сидении и сама выбирает и переключает треки. Вот мы и на месте. Мы остановились в кемпинге недалеко от Вены, дальше вглубь Австрии. Это удобная кухня для общего пользования. Здесь есть даже посудомойка. Пришла на кухню помыть яблоки. Забралась сюда на горку, теперь тяжело дышу. Еле-еле поднялась. Вот такая красота здесь. И слева вон там видны домики и палатки. Это наш кемпинг, в котором мы остановились. В центре кемпинга у бассейна есть кафе небольшое. А кое-кто тут качается. Андрюшка. Качелька такая смешная маленькая. А здесь, кажется, есть плита. Мы еще не смотрели. Да, есть плита, на которой можно готовить. Батут и еще качели. В колоколах звонят в церкви. Вот там внизу в деревне под горой. Всю неделю здесь жарко. 30 градусов каждый день. Для малыша я взяла с собой в дорогу детскую энциклопедию с четкими крупными иллюстрациями на белом фоне. Это моя любимая книга. Она способствует становлению речи и дает богатый словарный запас. Сегодня мы почитали 10 минут. У нас есть такой книжный трекер, в котором мы отмечаем прогресс чтения. И это помогает нам сохранять привычку читать, мотивирует и, кажется, приводит наше чтение в некий порядок. Я тоже взяла с собой книжку в надежде почитать, но на самом деле она мне совсем не пригодилась. Была возможность слушать книги и лекции в аудиоформате, поэтому я часто надевала наушники, особенно в дороге или когда дети спали, по вечерам тоже, чтобы что-то послушать. Андрей, кстати, сразу отыгрывает ситуацию, как папа едет за рулем. Сейчас покажу Ане, как кабачки растут. Здесь такой большой кабачок вырос. Настоящий, огромный. Это обычная деревня в Австрии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Длинная-длинная горка для детей. Такой длинный я еще никогда не видела. Страшно? Мне удалось немножко показать вам Австрию моими глазами и те маленькие кусочки, которые я успела снять. Также мне хотелось поделиться опытом нашей поездки с детьми. Напишите, пожалуйста, как вам? Было ли что-то полезно и интересно узнать? Ваши комментарии и обратная связь поддерживают меня и мотивируют снимать видео дальше. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я очень благодарна вам за ваше внимание и за ваше время. Скоро снова увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok